Вот я не успела чуть-чуть снять, это для детей. Я говорю папе, что он блогер несчастный, а он говорит, что он не сумасшедший, но он только что лежал вот здесь и снимал вот эти пузырьки. Сейчас отправлю. Вот так вот. Скажи детям, что ты не сумасшедший блогер. Дети, я 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 не сумасшедший блогер. Сегодня 9 декабря, выехали мы наконец тремя человеками, Рашид, Дима и ваш покорный слуга. Выехали в предгорную степь, или даже первые горы Анрахай, которые мы уже с вами снимали, вы их видели по дороге в Бишкек. Так, горы невысокие, от 800 метров до 1000, здесь интересно, мы сейчас проезжаем как раз такие сакральные места, вы видите вот нагромождение камней, это реально людьми положенные камушки, для чего, честно говоря, я не знаю. Но обычно, как говорят, это место захоронений, каких-то поклонений духам и так далее. Чем знаменательна наша сегодняшняя поездка? Какая тема у нас сегодня? Дикобразы! За фото дикобразов! Да, 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 за фото дикобразов, нам нужно посмотреть, как они там живут. Сейчас первый снег выпал 9 декабря, представляете, первый снег, мы едем практически по первопутку. Ну все, посмотрим, как нас наше любимое ущелье встретит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, приехали мы. Ох, как классно! Ветерок легкий дует, как видите, снежок идет. Вот эта тропа ниже меня, все время здесь нахожу петли с крючками. На кого ставят, не знаю. Ветерок такой, я не знаю, ветерок, но не так, чтобы дискомфортно было. Может быть, мы просто еще после машины сантиметров всего 4-5 снега, поэтому, ну, не так сложно. А все. Это место помните, мы здесь были. Летом запускали дрон. Теперь наша цель реально дикообраза. У нас на это будет достаточно времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы вот так вот все разложили, как Миша нам сказал. В принципе, достаточно места хватает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Более-менее. Петюрочку так собрали. Все, сейчас пока Дима занимается, нужно... Рашид, кстати, себе поставил шикарную палатку. Вот она. Ну, видно, что зимний, наверное, вариант. Реально. Все, сейчас надо веник добыть, потому что снег все равно, а на полу не хочется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень классно. Мы поставили практически все, как вы видите. И печка у нас там тоже дымит. Здесь поставили вот такой очаг. Вот он. Посмотрите, как замечательно. Вот так. О! Сейчас подкинем немножко дровишек. Я думаю. Вот так. Окей. Зато более-менее тепло будет. Парни, когда вернутся, им будет приятно. Вот так вот. Хорошо. Есть и чуть-чуть приоткроем. Скучнее всего, дорогие, это когда народ ждешь. Ммм. Они где-то ходят, бродят. Ну вот. Ну ничего. Они погуляют, потом я. Царь трапезничать желает. Печка есть. Миш, спасибо еще раз. Что еще нужно? Да. Легкий снежок идет. Более-менее. Разгорелось. Отлично. Ладно. Думаю, надо. Пойду, пройдусь. Посмотрю, как там слышал. Овцы идут. С пастухами. Пойду гляну. Да, друзья. Вот такая штука. Все разбежались. И мы сейчас идем с вами просто недалеко от лагеря. Схожу вот к тем двум юртам, где еще иглы дикобраза я нашел. Дима пошел, значит, с Рашидом к наскальным рисункам. Ну и я так понимаю, что они заодно и проверят норы. Живые там дикобразы есть они, нету их. И поэтому сегодня либо во второй половине дня, либо с утра завтра, тогда мы сможем заняться съемкой. О, какая красота, ребята! Горы подернуты такой дымкой, такой легкой. Обратите внимание, как же так все-таки прекрасно. Даже если холодно, оно все равно прекрасно. Просто супер, да? вот здесь, смотрите, под кустами были следы. Вот. Ну, видно, вот это, кстати, чуть не упал. Сори. Заметьте, дорогие, вот это каменная кладка. Вот. И целый круг образован каменной кладки. То есть это, в принципе, реальное древнее строение. Сейчас оно, конечно, вот так вот выглядит, но достаточно живописно. Надо посмотреть, следы вокруг есть или нету. Какой простор! И наверху вот тоже. Видите? Вот это тоже кладка. Вот она, каменная. Сейчас сюда сходим. а там вон по моему рашид стоит кто-то видите наверху да вот видите это загон скорее всего представляете что кто-то давным-давно делал эту кладку вот такая вот структура красивая конечно можно и вот на этих скальниках сейчас поискать рисунки думаю поднимусь пока сюда пока не в пределах моего видимости моей видимости слушайте ну да да смотрите ребята я вообще не ожидал что я здесь что-то найду вообще не ожидал я только на подступах сразу увидел раз рогача второе какое-то непонятное изображение ребята я волка нашел изображение наскал наскальных рисунков волка скорее всего обалдеть вот так вот рядом с нашим лагерем вон он ха 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 опа смотрите где тут у них вот вот видите четко да смотрите вот еще одно изображение а вот теперь сюда посмотрите внимание вот как вам такая картинка чудо надо поближе надо поближе рассмотреть поближе может еще что-нибудь сейчас обязательно найдем ну надо же вот как они это сделали как это обработано было тут еще что то есть но видно что вот лишайник съел частично все это нужно будет фотосессию портфолио сделать хорошо сейчас ну точно волк смотрите точно вот прям четко видно изображение хвост подгнутый морда вытянутая видите просто супер здесь тоже видно только я не понимаю сюжет здесь кто это у нас ладно пойдем дальше чуть-чуть ну что ну не одни же они здесь такие вон еще там есть каменная гряда опа и вот так дорогие осматриваем каждый скальник какая красота вон там еще нужно посмотреть да лагерь далеко внизу остался здесь выше поднялись вот этих вот на скальных этюдов так скажем здесь тоже вот но ничего нету полочка такая интересная по следам древности представляете не важно погода пока ничего не вижу вот хвост смотрите какое классное растение рашид где-то там ходит дима тоже то есть мы по сути все идем в одной связке какая красота и знаете самое главное тишина ну но и у или Редактор субтитров А.Семкин